Начнем? Ну да, я думаю, начнем, и люди будут присоединяться. Кто присоединится, похоже, сможет посмотреть начало в записи. И сегодняшняя наша тема – это курсы на пик практик. Что это такое? Для кого это? О чем это? Зачем это? Это, наверное, один из самых важных вопросов. И сегодня мы обсудим каждый из них, рассмотрим с разных сторон, как можно объемнее, системнее. И, конечно же, ждем ваших вопросов, чтобы наши ответы были детальны к тему, и как раз-таки мы сможем вам рассказать именно то, что вас интересует. Пользуйтесь случаем, кто, как не мы, расскажет вам всю правду. И ответят на вопросы действительно все, как оно есть. Так это происходит. Ну что, давайте до курса MOP практик. Здравствуйте, Энн, здравствуйте, Ольга. Курсы MOP практик. Самый первый, один из самых первых курсов, ну, то есть уже стандартных, уже системных, уже сертификационных курсов по MOP, и аж в 1978 году первый из них прошел. Понятное дело, с тех времен очень-очень-очень сильно все изменилось, очень много всего накопилось. Первый курс MOP практик сейчас не похож на то, что есть, на то, что проводят сейчас, на те курсы, которые есть сейчас. Вот тот первый, и те, которые сейчас, да, более того, те, которые сейчас, не похожи друг на другушку. Собственно говоря, несмотря на то, что курсы MOP практик являются базовым курсом для изучения MOP, нет никакого единого стандарта. Вот тут непонятно, может быть, к сожалению, а может быть, и к счастью, человек его знает, вот, надо разбираться прям очень сильно. Но, тем не менее, стандарта единого нет. Там краткая, краткий экскурс в историю, да, когда перестали, перестали совместно работать основатели MOP, Бендлер и Гриндер, они, собственно говоря, разбежались, а впоследствии еще и начали немножечко с помощью суда американского авторские права немножечко подрезать, ну, как бы, чьё, е, у кого. Вот, и с тех пор MOP Бендлера от MOP Гриндера не отличается по темам, которые они выдают. Тем не менее, в России же были попытки создать этот единый стандарт, некую базу курса практик, тем не менее, все равно есть отличия в подходах, в стратегиях обучения, и это тоже немаловажно. Тем не менее, к счастью, мы можем использовать наработки обоих отцов-основателей, ими Бендлера, и Гриндера, объединять их в единый курс, дополняя, добавляя технологии людей, которые внесли существенный вклад в MOP, хотя они не являются официально основателями, да, с точки зрения американского законодательства. Дилц, Андреас, и другие не менее великие мелперы, вот. Поэтому мы можем пользоваться всей базой, всеми технологиями, доступными на настоящий момент, это здорово. Пока до нас не добралось американское законодательство с авторским правом, мы можем быстренько учиться MOP всему в полном объеме. Что мы и делаем. Что мы и делаем. Да, именно поэтому в России курсы MOP и практик, по сравнению с курсами основателей, являются, наверное, самыми масштабными. То есть иногда это дает, может быть, даже и некоторую излишность, потому что, ну скажем, темы, которые уже потом были созданы после того, как разошлись пути дороги Бендлера и Гриндера, некоторые темы дублируют. И, ну, и в России некоторые техники в рамках курса MOP являются, ну, давайте мы говорим, взаимодополняющими. Ну, если так вот как-то посмотреть, таким поверхностным взглядом, то, типа, ну, это же динамику, вот, о чем мы учим, и то, и другое. Нет, не совсем одинаково, как бы, наверное, больше, больше, больше можно, чем больше у нас есть инструментов, тем как бы лучше и богаче. Но именно само их изучение, этих самых инструментов, то есть насколько, насколько важно их учить именно вот прямо здесь и сейчас, да, каждый или не каждый, все или не все. И вот у нас есть, как раз, вопросы, вопросы от наших телезрителей, спасибо, Ольга, что входит в программу обучения. Вот, давайте немножечко с такой стороны зайдем, с металекой. Дело в том, что по синюю пору курсы MOP-практики являются немножко разными в разных центрах MOP. Даже, даже когда, даже когда, казалось бы, они там, вроде бы, где-то там примерно с одного, с одного места, да, или вроде бы там все там придерживаются единых стандартов. Если люди, например, в принципе, планируют курсы MOP-практик как систему подготовки психотерапевтов, психологов и психотерапевтов, то, например, в таких курсах будет упор на техники, причем даже на техники, придуманные, может быть, вот тем самым тренером, который делает курс. Тренер, как практикующий терапевт, может обладать большим количеством опыта в самых-самых разных областях, детального, вот самое главное, детального опыта, и его, естественно, преподносить. Ну, поскольку он считает, что курс терапевтический, надо все терапевтическо рассказать. И тогда в курсе возникают совершенно странные, с некоторой точки зрения, техники. То есть он ее придумал, он ее несколько раз использовал с разными клиентами, ну, примерно в одном формате, и он говорит, вот, ребят, новая техника MOP, я ее придумал, умею сделать. Является ли она новой техникой, не является, ну, вопрос, тут, на самом деле, вопрос критерия больше, критерия по мнению. Да, совершенно верно. И, с другой стороны, преподавание с точки зрения терапии существенно ограничивает использование MOP в дальнейшем. человеком, который прошел такой курс обучения, с одной стороны, для себя, потому что, ну, я-то вроде бы здоров, зачем мне быть терапией? Или я или там частично как-то, насколько смог, прошел в процессе обучения, потому что все-таки даже в таком формате обучение MOP не дает той глубины терапии, когда мы говорим, что каждый человек, который проходит терапию, должен, наверное, пройти глубоко, по многу часов. Да, нет такой возможности это сделать в процессе обучения на тренинг. А с другой стороны, знания MOP как терапевтичные знания, они не применимы с окружающими людьми, потому что своих близких нельзя лечить. Нельзя терапевтировать без вопроса. И тогда я, вроде бы, получается, владею знаниями, где их применять, как их использовать, за исключением каких-то сложных жизненных ситуаций, которые происходят у меня, я, собственно говоря, и не знаю. Это вот один вопрос, который возник по нашим наблюдениям в течение многих лет преподавания вот такого терапевтического MOP. Второй вариант MOP. Это MOP учебное. MOP на тему... Там такой учебно-коучинговый, что ли, подход, наверное. То есть его нельзя назвать терапевтичным, потому что там люди не занимаются терапией, люди не имеют опыта, не могут об этом сказать явным образом хорошим. Есть тренер вот такого MOP. И, соответственно, с одной стороны, оно технологичное, а с другой стороны, оно, ну, как бы, ограничено жесткими рамками. Им говорят, типа, ребята, вот делайте вот так, вот так, вот так, вот такие рамочки, вот так-то обязательно клиенту скажите, ну, там, клиент в кавычках, да. Обязательно вот так вот обставьте вот эти все такие вот, там, запросы, что-то еще. То есть MOP такое, ну, в чем-то может быть не настоящее, может быть без новое. Может быть MOP, которое такое вот, ну, подпонарошечное MOP. Если надо, надо, чтобы человек тебя точно знал, спросил, ты ему, как бы, сказал, пользуйтесь открыть, там, блендера, гриндера, как бы, и вот делаем четко правильные шаги, сработало, не сработало. Кто знает, главное, мы сделали правильный тип. Вот такая идея. И такое MOP тоже существует. И, более того, оно долгое время, долгое время на российско, ну, вообще в постсоветском пространстве такое MOP было одним из самых часто встречающихся. Ну, там, в силу определенных причин. Мы не будем называть, кто за это ответственный для этого дел. Вот. Есть MOP другой. Есть MOP, которая строится на коммуникациях. Один из ярких примеров, опять же, мы тоже не будем называть, кто это делал. Тем более, они не называют это MOP. Точнее, называют это давно, сейчас уже не называют. Но, тем не менее, это MOP, которая для коммуникации мальчиков, мальчики-девочки. То есть, мы упоминали об этом контексте в одном из наших прошлых видеоэфиров. Вот. Есть, есть такое MOP. То есть, это узкоспециальные направления. Ну, могут они быть? Да, конечно, могут. Имеют право на существование. Да, имеют. Чем более, чем более вот такой вот узкоспециальный подход мы видим в курсе MOP практик, тем меньше того, что, наверное, мы считаем ценным в MOP. Меньше осознанности и понимания структуры этой техники. То есть, можно говорить о том, что давайте мы вам расскажем, сделаем курс какой-нибудь на тему манипуляций и всеми для всего. Узкое направление такого, например, кросса практик не позволит. Ну, знаете, рано или поздно он перейдет к тому, что человек просто перестанет объяснять, что стоит за... и все. Это нормально. Для русско-специальных тренингов это нормально. Ну, интересно. Ну, если вы... Да, очень многое теряется, потому что если ваша задача научиться новым каким-то поведенческим стратегиям, в том числе в рамках коммуникации, и уметь переносить их в разные контексты, ну, например, если вы научились этим поведенческим компетенциям в рамках бизнеса, там, переговоры, управление, влияние, да, это круто, сможете ли вы их перенести в контекст личных отношений? Вопрос. Хотя понимание того, каким образом работает коммуникация, оно позволяет это делать. Объяснят вам это или не объяснят? Вот как раз таки это вот подход тренера к обучению. Подача системы... С точки зрения маркетинга и продаж очень хорошо иметь 6-8, например, курсов LMP практик. Ну, сколько там секторов в конце этого жизненного баланса, да? Да, совершенно нет. Но каждый сектор должен быть курс LMP практик. Тогда человек придет сначала, например, решить свои проблемы в личной жизни, у него там все наладится на одном курсе LMP. Через некоторое время он как-то уже как семейный человек захочет карьеры, бизнеса, и нужно идти на курс LMP для бизнеса. Потом, когда там все хорошо, семья, уже бизнес, надо дети уже, воспитание детей, и это значит, что LMP в воспитании детей, когда его это все окончательно достанет и наступит период среднего возраста, надо идти на LMP духовное, чтобы раскрыть внутренний потенциал, ну и, в общем-то, хобби. Ну, оздоровье, хобби, ну, пройдитесь по колесу баланса, и, в общем-то, куча тем, да, как минимум, сколько там, восемь, для работы LMP практик, просто LMP практик обеспечена. Вот. Ну, невнозначно, с какой точки зрения? Конечно, хотелось бы больше, может быть, осознанности от людей, да, научить их действительно вот структуре, да, LMP – это структура, это база, это такая вот универсальность, которая не зависит от содержания. Вы, владея пониманием структуры, можете туда заложить все, что вам нужно, да. Если работа с целями, то пусть это цели будут связаны как с работой, как с карьерой, так и с личным успехом, с личными отношениями, с развитием своего хобби, да все, что угодно, да, вот. И в этом, конечно же, прелесть LMP, вот, и хотелось бы, наверное, сохранять в какой-то степени вот эту идею универсальности, базы. И доотвечая на вопрос, что входит в программу обучения курсов LMP практик. Во-первых, обязательно в программу обучения курсов LMP практик входит, то есть, по крайней мере, мы это сохраняем, мы это удерживаем и оставляем в программе. Вот та самая осознанность, то самое объяснение принципов стоящих за техниками. То есть, у нас ситуация, когда, например, человек прошел курс LMP практик для чего-то одного и не видит этого в другом, ну, не очень нас радует. Обязательно курс LMP практик состоит, собственно, из практики. То есть, вот это вот по книжкам, там, по видеозаписям, это все здорово, это все прикольно. Как бы читать книжки мы искренне рекомендуем. Смотреть видео, особенно LMP TV, мы искренне рекомендуем. Вместе с тем, проходить курс LMP практик нужно именно для практики. У нас не раз возникали ситуации, когда на этапе принятия решения посетить курс практик или не посетить, нам люди говорили о том, что, ой, ну зачем мне курс практик, я хочу сразу на мастер, потому что я очень много читал, я про LMP знаю практически все. Вот, но когда мы начинаем задавать простые уточняющие вопросы, умеете ли вы выстроить рапорт, умеете ли вы работать с якорями, приглашая на отдельные модули, просто чтобы человек, ну, с одной стороны, посмотрел на это с практической точки зрения, да, и продемонстрировал свои навыки, он понимал, что на самом деле теоретическое знание в голове о том, как это, да, вычитанное из книги, и реальность, вот практическая реализация навыка обключить нужное состояние, сформировать новое состояние, сформировать новую поведенческую стратегию, которой раньше не было, это не теория, это практика. И вот такое понимание, оно, конечно, повышает вот личную эффективность, да, в разы, как только ты понимаешь, что теория, это вот там, она где-то в голове есть, да, но ее необходимо внедрить в практику, она просто такой мощный движитель. Обязательно, и с тем курсом опи-практики, обязательно, обязательно в порядке цели, в порядке целеполагания, насколько важная, насколько важная идея, что мы обязательно на только, исключительно, на одну нее запишем прямой эффект в том самое ближайшее, скорее всего, время. Причем очень интересный такой момент. Дело в том, что когда-то давно, да и на самом деле и сейчас у многих людей, у многих центров идеи целеполагания, техники целеполагания, они четко не в начале курса. И ситуация возникает аж с целых двух сторон парадоксально. С одной стороны, люди не обязательно с самого начала обучения понимают, зачем они там учатся, то есть пока они не прояснят. они не понимают, к чему эти самые техники, которые им рассказывают с первого мозга. То есть это может быть интересно, это может быть хорошо, но как бы, а пока человек может быть не умеет ставить цели, то как бы вот, а зачем? Да, и мы практикуем такой подход, работа с целями в начале курса. И у нас есть интересные такие эксперименты, когда человек совершенно осознанно для себя там ставил две цели и полностью отрабатывал в течение всех модулей и описывал вот этот свой опыт прохождения, реализации, где получалось, где не получалось, где нужно было дополнительные техники применить. И в конце концов мы получили просто отличный отзыв, действительно очень интересный, потому что это вот реальный опыт человека. И эта информация есть у нас на сайте, если интересно, вы можете почитать. И цели были не только достигнуты вот так, как человек хотел, они были достигнуты гораздо с большей эффективностью и дополнительно... И перевыполнены. И перевыполнены, да, и дополнительно найдены там какие-то ресурсы, открыто творчество, то есть ну просто супер. Обязательно. Обязательно на курсе можно практик темы управления состояниями. И своими, и чужими. То есть это вот якоря, это субмодальности. То есть на уровне технологий, этих технологий, это управление состояниями. Немножечко по-разному. Немножечко по-разному применяется, немножечко разные техники из этого следуют. И вот здесь, например, начинается разница. Вот тот самый Дэвид Гриндер, да, нету субмодальностей в его практике. Те, кто ведет... Ну, есть в России центры, которые ведут практику от именно Гриндера, выдают там от него эти самые сертификаты. Они не очень дорого это стоят. Нам как бы предлагали в какой-то момент времени нам просто давать эти, типа, там, монандейные сертификаты и всякие. Ну, нормальные скинуть, по-моему. А, например. То есть если вам интересно, обращайтесь, поискайте, где-то эти вещи сохранились. Можно просто вот покупать их. Нету, там нет субмодальностей. Ну, слава богу, здесь, в российском МНУ, нам никто не мешает. Да и когда есть субмодальностей, никто не мешает их объединять. Более того, некоторые техники вполне их объединяют. То есть, ну, именно техники, которые используют и то, и то, и субмодально, и якорды вместе подходы. Обязательно. Без управления своими состояниями, НЛП – это не НЛП. Вот та самая идея, это когда, например, из НЛП мы организационно сделаем поучинг. Пожалуйста, можно работать только с целями, можно работать только с их прояснением, только с движением вперед. Если у человека какие-то стопоры внешние есть, если у человека есть какой-то упор в свои состояния, в какие-то такие автоматические реакции внутри, которые надо бы по-хорошему просто вот так вот взять и перепрограммировать, в коучинге этого нет. То есть, либо этого человека нужно из коучинга куда-то отправлять, что как бы плохо для оппозиционирования коучинга, либо этого человека нужно поучить, где-то плохо, а там, я не знаю, если случится, может быть чудо. Ну, что хорошо для зарабатывания на коучинге. То есть, если использовать для лечения человека технологию, которая его и не лечит, например, то это можно очень долго делать. Ну, в коучинге есть отличная фраза. Если человек в процессе коучинга не решает свои задачи, соответственно, он еще внутренне не готов. Пусть готовится, и когда будет готов, мы продолжим. Обязательно управление собственным состоянием. По нашему опыту и в личном консультировании, то есть в том, что можно назвать терапией, консалтингом, коучингом, наверное, все-таки в кавычках для этого у нас и тот коучинг. И в этом, и на курсах непосредственно на любых, на самом деле, тренингах. Даже, там, даже когда это тренинги в каком-то условном, там, корпоративном формате, когда нужно осмотреть людей, только когда состояние сделать. Это очень, очень дорогие вещи. Быстро, быстро, замечательно, здорово включается людям то, что им хочется выключать, а то, что им не хочется, собственно, вся суть НЛП заключается в этом быстро перенастроить свои мозги. Обязательно, обязательно работать в состоянии. Обязательно, обязательно на курсе НЛП. Вот мета-модель. Мета-модель, ньютон-модель, основа гипноза, просто вот первая, первая самая модель НЛП, собственно говоря, то, с чего оно началось, то, что является одним из самых важных, одним из самых... Ну, на текущий момент вот я уже не скажу, что, наверное, сложно, потому что мы как-то стали сталкиваться с тем, что люди... Да, Ольга, Ольга, да, психокоррекция. Психокоррекция очень хорошее слово, замечательное слово для НЛП. Если люди боятся НЛП-слова, то психокоррекция это должно быть им менее страшно. Ещё там есть менее страшное слово НЕЙРОПОУЧИНК. Тоже такое хорошо, ещё и звучит научно. Без слова психокоррекция. Обязательно. Обязательно мета-модель и ньютон-модель как способы работы с вербальной составляющей карты человека. НЕЙРОЛИГУИСТИЧЕСКОЙ. Помните, да? То есть махать руками, нагонять субмодальность, и это всё бесконечно здорово. Вот это всё действительно хорошо, вместе с тем лингвистикателять нельзя никак. И вот эта самая мета-модель, ньютон-модель, способы разобраться в своей карте, это просто великолепно. То есть настолько хорошая разработка, настолько классная. Недаром первая книга посвящена ей, недаром там целый толп 500 страниц этой мета-модели. То есть обязательно, обязательно, чтобы понимать, как устроен вот этот самый вербальный гипноз, в котором мы все находимся и который погружает друг дружку. Да, совершенно верно. И, конечно же, мы обязательно работаем с внутренними сопротивлениями, саботажем, конфликтами. Все психотехнологии, которые позволяют прорабатывать вот эту часть, они у нас обязательно даются на курсе. Потому что как бы мы там не стремились ставить свои цели правильные и так далее, почему-то не всегда удается достигать, приходится себя пинать, заставлять. А как делать так, чтобы не заставлять? Так, чтобы мы действительно, естественно, просто и очень легко достигали результата. Как договориться с собой, как выстроить новые какие-то в себе структуры, которые будут давать ресурс, не отнимать его, а давать ресурс. Это обязательно выбираем очень глубоко. Обязательно. В обязательном порядке на курсе, например, практик, логические уровни. По нашему мнению, без них невозможно никак. Хоть тушкой, хоть чучелом, но их где-нибудь дать все равно надо, даже если тренер их не очень хорошо понимает. Но лучше, конечно, их понимать как следует. То есть вот логические уровни и фокусы языка – это еще одна штука, которую тоже хорошо бы давать на курсе на пик практике. И то, что, опять же, не все, далеко не все центры дают на курсе на пик практике. Логические уровни, которые позволяют систематизировать, системно взглянуть на себя, на движение, на ту самую карту с разных сторон. Фокусы языка, которые позволяют работать с убеждениями, которые позволяют работать с влиянием виртуально. То есть очень, 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 очень нужно. То есть это все то, что делает МОП система и фактически самокоучинга. Когда человек может сам себя понять, поставить задачи, двигать их, ну и работать с людьми тоже. В обязательном порядке. В обязательном порядке на курсе на пик практике, вот это, наверное, как раз то, наравне с якорями, наравне с метамоделем, калибровка, то есть работа с визуальным определением состояния и всего остального, то из-за чего надо проходить курсы на пик практике в формате практики. Это только практика, действительно, это только практика. Умение видеть, мнение человека, умение, ну те самые эмоции, да. Опять же, мы используем эмоции полуэтном. Некоторые центры используют какие-то другие эмоции, некоторые центры не используют, например, никакие эмоции. Так тоже можно, но сейчас уже, наверное, можно бы их использовать, потому что, ну а чуваки есть, они полезные, они хорошие, они удобные во многих вещах. То есть как только мы понимаем, что NLP нам нужно в том числе для коммуникации, ну причем в таком достаточно широком смысле слова, то надо было уметь человека все-таки видеть. То есть калибровать реальные его изменения, калибровать реально то, что происходит с ним, когда мы с ним коммуницируем. Да, совершенно верно. Очень многие заинтересовываются NLP именно с точки зрения коммуникации. И если вы хотите выстраивать эффективную коммуникацию, если для вас собеседник имеет значение, чтобы его там лучше понимать, чтобы для него лучше доносить свои мысли, идеи, чтобы команда работала лучше, важно видеть обратную связь от человека. И это только калибровка. Отслеживать, как отреагировал ваш собеседник на ту или иную вашу сразу, на ту или иную вашу идею. В каком состоянии, которое отражается в его внешности, в его поведении, в его эмоциональной реакции, находится человек, когда он рассказывает вам о проекте. Уже по вот этим внешним признакам можно судить о том, проект будет успешен или не успешен. И уже на этом этапе можно его корректировать, и вести именно туда, куда вам нужно его вести. Потому что идея того, что и другой человек хочет результата, и вы хотите результата, она же важна, ради этого все происходит. Что касается разных вариантов прохождения курсов и практик, тоже был вопрос у нас в прямой линии. И это хороший вопрос, это замечательный вопрос. Прежде всего давайте немножечко так систематизируем, расскажем о том, какие вообще бывают. Почему такие варианты прохождения курса бывают? Во-первых, совершенно понятно, в первую очередь в голову приходят идеи интенсивного прохождения и идеи модульного прохождения. В чем разница? В чем плюс или минус того или иного курса? Модульный курс. Модульный курс удобен тем, что между модулями, то есть получив некоторый элемент, получив некоторую часть этого самого NLP, изучив, потренировав, инклюбировав это на двухдневном модуле, человек получает возможность в течение, например, двух, трех недель, месяца, получает возможность это все изолированно тренировать в своей жизни. Получил навык целеполагания и там два месяца, ой, два месяца, две недели там про цели, все про цели, все про цели, все хср, хср, хср. Получил навык калибровки, две недели калибрует, всех помогает Господь. Получил навык мета-модели, не дай Бог, да? В окружающих, да, точно. Получил навык мета-модели, если он его получил, например, после рапорта и понимания того, что его надо задавать в рапорте и для целей, тогда его близкие счастливые люди. Если он получил навык мета-модели до навыка коммуникации и ему забыли сказать, что должна быть еще цель, тогда бывает по-всякому. Бывает такое, что на курсе навык-практике нам рассказывали в других центрах, что после темы мета-модели на следующий модуль люди приходят и жалуются, с тем поссорился, с тем поссорился, тут поругался. Вот, это хаотичные какие-то ненаправленные психотехнологии, это мы не поддерживаем такое. Это должны быть цели. Но удобно, конечно. Конечно, удобно, более того, такой был случай забавный, когда человек, обучаясь на НЛП, как раз на НЛП-практике, с психологическим, с психотерапевтическим уконом, при этом ведя прием людей в формате психотерапии, человек, получив несколько техник, например, на модуле курсе МЛП-практики он получил, скажем, 3 техники и месяц, который после этого был, он, например, брал там по технике в неделю. И кто бы к нему не пришел на этой неделе, то есть у него, например, коллапс Николеева, техника этой недели. Кто бы пришел, кто бы не пришел, с чем бы не пришел, какая бы техника НЛП ни подходила, все равно будем делать коллапс. С умным лицом, рассказывая, что вот именно этот метод революционный, правильный, сейчас лучше всего подходит. Надо в течение, там, часа работы сделать 25 коллапсов. Значит, надо делать 25 коллапсов. Главное, лицо сохранить уверенное, что все или как надо. Технология работает, все классно, вообще замечательный результат. И это хорошо, это здорово, действительно можно изолированно тренировать. Это плюсы. Это плюсы вот такого модульного прохождения, но есть не минусы. Есть минусы, заключаются в том, что, например, уже от одного модуля к другому люди информацию немножко забывают. И если мы бы хотели связать техники одного модуля с техниками другого, с принципами другого модуля, то нам этот самый другой модуль надо напоминать. То есть мы как тренеры знаем, что если на четвертом модуле надо напомнить что-нибудь из первого, то хорошо бы это еще раз рассказать. То есть на это теряется немножко времени, да, конечно. С другой стороны находится интенсив. Ну вот если еще не про интенсив, вот дополнительная информация. Большая часть людей после прохождения модуля погружаются в свою привычную текущую жизнь. Они отвлекаются на проблемы на работе, на семейные задачи. И бывает часто, что они так вот, они помнят, что они там прошли модуль. Но вот попрактиковать то времени не хватает, то откладываются. В результате они, конечно, знания все равно применяют, потому что на этапе обучения на модуле стратегия хорошо встраивается. Но на уровне вот хорошей такой глубокой проработки вот к этому возвращаются не все. И вот это один из минусов вот такого модульного обучения, то что текущая жизнь, она отвлекает. С другой стороны интенсив? Да. С другой стороны интенсив, когда вот именно погружение в такое вот прям тотальное обучение, то есть каждый день только ноби, практически ничего, кроме ноби. Из минусов, конечно, невозможность это применить где-нибудь за пределами. То есть сниженная, ну, конечно, на интенсиве люди общаются между собой, да, там, перезваниваются со своим. Если некоторые техники, скажем, требуют не коммуникации, а какой-то там работы, люди имеют возможность над своими бизнес-проектами работать. Но все равно мы понимаем, да, что это немножечко сниженная, меньше. Меньше коммуникация с нижним миром. С другой стороны, гораздо большая системность вот этого самого курса. Когда люди, находясь как бы цельно в курсе, все помнят, там гораздо лучше, гораздо лучше интенсиво помнят, что было три дня назад, четыре дня назад, чем то, что было там, получается, три месяца назад. Вот это важный момент. И происходит такая достаточно хорошая, глубокая вообще перезагрузка привычной системы жизни, да, то есть там прорабатываются все стратегии поведенческие сразу, не какой-то кусок, например, по целям или по состоянию, а вот так вот там цели, состояния, конфликты внутренние, лингвистические какие-то моменты там привычные меняются на новые. То есть вот действительно со всех сторон подходим, и результаты после интенсива, они просто могут впечатлять человека, потому что это большая разница, да, то есть не просто один модуль, а сразу так, хова, перезагрузились, и это уже другая жизнь. А еще одно важное разделение курсов на практике. Мы о нем упомянули уже в самом начале нашего сегодняшнего эфира. Идея нацеленности курса на что-то, и идея такой немножечко... Ну как бы больше универсальности, да, больше системности курса. То есть системность это очень хорошо, а вместе с тем нацеленность тоже хорошо, но по-другому как бы невозможно сказать, что из этого лучше, что из этого хуже. Кому-то, кому-то, наверное, больше нравится, чтобы курс вот системно пройти, все знать, все понимать и больше уже к этому не возвращаться, чтобы можно было дальше самому уже со своей жизнью управлять. Это здорово. Да, но именно поэтому, ориентируясь на универсальность, ориентируясь на базу и структуру, мы начинаем свою работу с целью. Чтобы человек, дойдя на курс, работал со своими личными целями, со своими личными задачами. И именно вот этот момент и задаст тематику. Поэтому на курсе могут присутствовать у нас совершенно разные люди. К нам приходят люди, исходя из идей наладить отношения в личной жизни. Приходят предприниматели индивидуальные, там, средний бизнес. И у них вообще другие цели, да, понятно, что они хотят общаться с клиентами, там, наладить бизнес, казалось бы, где личное, где бизнес. Тем не менее, каждый находится в неком своем вот таком пространстве и все технологии, которые мы даем, они применяют именно для себя. Мы стараемся находить вот тот самый баланс между универсальностью и тематикой. При этом люди обучаются тому, как вот те же самые технологии они смогут применять, если у них появится важность там другая. При этом, понимая вот эту идею, мы со следующего учебного года, мы как раз таки курс Новый практик трансформировали. Трансформировали его в, наверное, большую нацельность. Мы не делаем курс Новый практик, целый практик для вот этого и целый практик для вот этого. Нет, мы просто по-другому расположили темы, по-другому расположили подходы, и мы выделили прям направление внутри курса Новый практик. Чуть ли не каждый отдельный день играется отдельным тренингом. Отдельным тренингом, нацеленным на какую-то одну сферу жизни. И теперь люди смогут проходить, ну, в том числе и выборочно. То есть по-прежнему пройдя весь курс, это будет системность. И там, где нужно, мы запланировали напоминание. Вот то самое напоминание, которое мы и раньше делали для системности. Но сейчас оно прям встроено в курс так вот прям вообще по-жестко. Вот. И вместе с тем, вместе с тем дни являются выделенными. Дни и двух нефти скоро на нашем сайте будет, собственно, программа Нового курса. И у нас возникают иногда, появляются вопросы от наших выпускников. А можно ли после курса NLP заниматься коучингом? Ответ, конечно, можно. Конечно же, можно. Именно потому, Андрей об этом упомянул, что коучинг был создан Марином Аткинсом, которая являлась не оператором. Которая сформировала вот это отдельное направление, как работу с людьми, которые хотят каких-то изменений. У них все в порядке. Но они хотят лучше, хотят больше, хотят выше, сильнее и быстрее. И это здорово. Коучинг заходил только в России в начале 2000-х годов. Любая программа получения сертификата коуча, который работает с топ-менеджментом, а именно это была нацеленность коучинга, вообще основная идея, она заключалась в том, что нужно было пройти курс практик, NLP практик, курс NLP мастер, только потом коучинг. Вот. Поэтому, если у вас есть такие задачи, если вы связаны с такой деятельностью, или вы хотите стать коучем самому себе, то да, конечно, NLP в основе всего вот этого направления. Поэтому, пожалуйста, особенно если вы просматриваете какие-то программы, вы почитаете детали наполнения содержания, вам станет понятно, что технологии, они, в общем-то, те же самые. Если использовать NLP вот в том формате, в котором на тренингах про NLP рассказывают и показывают NLP, то есть не бывшие продавцы, не бывшие психотерапевты, не бывшие пикаперы, не бывшие там журналисты, не бывшие еще кто-то, а люди, которые вот, ну, именно в... то есть не было бэкграунда, наверное, психологического какого-то до NLP, ну, либо NLP восприняли как центральную идею. То есть там есть конкретные ограничения, есть конкретные, как сказать там, конкретные процедуры, по которым это можно делать. То есть такие же процедуры есть у психолога, такие же есть у психолога. Кодекс, да? Что называется? Кодекс коуча, кодекс психолога, этика, да, есть. Кодекс, этика и процедура. Собственно, в НУПе есть своя процедура, если ее придерживаться, все, без проблем, пожалуйста, делайте, сохраниться все классно может. То есть можно работать и с близкими, можно работать и с друзьями, опять же, сохраняя вот эти вот идеи, сохраняя идею технологичности, сохраняя идею правильного мероприятия, правильного подхода. Да, совершенно верно. И вы знаете, вопрос даже, наверное, будет стоять несколько иначе. Если вы начинаете заниматься НУПе, если вы начинаете встраивать в себе, развивать в себе эффективные ресурсные состояния, если вы научаете себя другим моделям поведения, если вы учитесь слышать, видеть другого человека, реагировать на другого человека, а не на свои какие-то мысли, то ваша коммуникация в любом случае будет меняться. Вашим близким с вами будет проще общаться. И их не нужно будет лечить, на самом деле, ну вот лечить в кавычках, конечно же, да. Но при этом вы сможете им где-то что-то порекомендовать, построить с ними коммуникацию таким образом, что им станет очевидно, вот надо же, там, спасибо, мы просто пообщались, и я там для себя что-то понял. И они не будут это воспринимать таким образом, что вы вот вдруг там прошли обучение, и теперь на них либо эксперименты ставите, либо там своему показываете. Нет, всё будет достаточно гармонично. Вы просто начнёте общаться с другими людьми иначе, иначе включая свои ресурсы, включая ресурсы другого человека. В общем-то, в этом сила NLP и коучинга как системы, которая просто встроена в жизнь. Это не что-то, вот когда надо, включила, когда там надо, выключила. Нет, вы меняетесь сами, мир меняется вокруг вас. И ещё раз, и ещё раз вопрос с прямой линии насчёт онлайн-обучения. Мы как тренеры NLP многолетние с системным, с цельным, с глубоким и структурным видением и знанием NLP, как люди, чьими программами курсов практики и мастеров пользуются минимум два других центра работающих, говорим следующее. Мы недавно с Юрой посидели и взяли все темы курса NLP практик, ну, натурально мы взяли за основу наш курс NLP практик, посмотрели на тот самый, уже слегка можно подустаёвший стандартный NLP сообщество России и, собственно, разложили темы, разложили темы NLP, темы, упражнения, модели, технологии, техники, которые в рамках курса есть, разложили их вот на идею о том, что является необходимой базой и что является атомарными элементами, из которых всё собирается, что никак нельзя сделать вне практичного обучения вживую, что является набором, ну, как бы, что является собиранием из вот этого вот, из вот этих вот элементиков уже цельного, что из этого неплохо бы показать вживую, а что из этого совершенно точно для людей, обладающих вот этой самой базой, что из этого можно людям просто отдать в формате распечатка плюс видео, например. Да, третье, вот та самая техника, техника сущностной трансформации, то есть кто слышал про неё, кто не слышал, кто не слышал, кто интересуетесь, техника сейчас даётся на курсе NLP и Мастер, в том числе, например, я её давным-давно в рамках такого тогда ещё большучего курса NLP и практик, она была на курсе практик, если, например, эту технику, обратите внимание, да, это вопрос тренерских навыков, вопрос тренерских компетенций, вопрос подготовленности людей, если, например, технику сущностной трансформации нужно объяснить людям, которые вообще не в теме абсолютно, то неплохо бы двудневный тренинг провести, в рамках которого их нужно немножечко научить калибровать, не называя даже этой калибровкой, объяснить технику, там немножечко николям обучить, опять же даже не называя это, сделать несколько шагов, несколько итераций этой техники, там из кусочков её собрать и всё будет прекрасно, опять же мы это делали, двудневные сущности, но для неподготовленных прекрасно, для подготовленных людей, которые приезжают на курс NLP, мастер обладая знаниями курса NLP практик, для них сущностно это один день на мастерском, но опять же потому что демонстрация, потому что их опять же несколько, потому что чтобы все поделали и подменялись обратной связью. для того чтобы человек, опять же обладая базовыми знаниями NLP и навыками, что самое важное, для того чтобы он просто провёл эту самую технику, её достаточно описать на трёх страничках А4, т.е. шаги плюс детальки, на которых она есть, собственно книга «Сущностная трансформация» и там можно сократить её на несколько объяснений, можно сократить её на описание этих самых сущностных состояний, можно оставить там из, не помню, шесть, кажется, описаний процессов, ну, расшифровки непосредственно работы с людьми, оставить одну, всё, и это будет вот те самые несколько листочков. Да, действительно, мы, конечно, говорим о том, что литература – это здорово, видео – это здорово, но есть вещи, да, есть практические элементы, которые нужно просто тренировать. тренировать вот по что бы то ни стало, иначе они, ну, так и останутся вот грузом знания, ну, грузом понимания, и они не будут встроены на супровиденческие стратегии. Вот, поэтому мы, конечно, вот рекомендуем практиковаться. Даже если вы читаете книгу, и понятно, что она там описывает какую-то систему, но люди зачастую вот выбирают то, что им кажется, вот мне это сейчас нужно, а вот это вот там у меня или не получается, или я не допонял, это мне не нужно, а там кусок здесь взяли, кусок здесь, кусок здесь, в другой книжке происходит то же самое. Не формируются системы, не формируются вот именно новых поведенческих стратегий. А НЛП – это вот то, что здесь и сейчас, как делать иначе. Напишите, напишите вот в чат нам в прямую линию, да, напишите, сколько, по вашему мнению, занимает в днях обучение вот тому самому базовому, базовым навыкам НЛП, без которых вообще никак невозможно. То есть, если мы, например, возьмем человека, который замотивирован сам учить НЛП, сколько нам нужно времени доступа к нему вживую, чтобы вот те самые базовые-базовые навыки, которые без вот этого никак нельзя, чтобы ему их выдать, а все остальное он мог реально спокойно освоить по адекватным книгам, по адекватным описаниям. То есть там, ну, да. Да, потому что не все книги нужно читать, на самом деле. Вы пока пишите, пишите нам туда, в чат, а мы потом правильный ответ скажем, сколько получилось у нас дней на вот этот вот процесс. Ну что, что нам еще в завершении? В завершении, наверное, нужно сказать. Да зачем? Зачем люди приходят на курсы муки практики? Люди приходят на курсы муки практики, вот на самом деле, да, и давайте так, исходя из, может быть, некоторого обобщения нашего опыта, и, на самом деле, исходя из того, чтобы мы сказали, наверное, правильную цель, приходят на курсы муки практики. Давайте себе такую ситуацию, не то, что я тут представил, но рассмотрим. Человек, любой абсолютный человек, к некоторому условному своему взрослому состоянию, в которое он уже может принимать решение о том, что, о, ну, мне идти на курсы муки практики. К этому моменту это, например, давайте, ну, например, это 20 лет, например, это 24 года. То есть, ну, где-то там, например. Может быть, и позже. Если и позже, то то, о чем мы говорим, еще больше проявится. К этому моменту человек обучился огромному количеству стратегий. НЛП в данном случае не следует рассматривать как нечто, как нечто, что там супер-супер такое, ниоткуда взялось, да? Нет. НЛП, это моделирование, моделирование успешных стратегий, моделирование хороших стратегий, моделирование самых эффективных на текущий момент. Это, кстати, к вопросу о современном НЛП и о НЛП и традиционном проверенном времени. Все-таки надо, наверное, чтобы подстраивалось оно в реальность. Так вот, вот эти самые стратегии. То есть, если вы видите человека, которому больше двадцати лет, и который, например, куда-нибудь пришел, будьте уверены, у него есть стратегия целеполагания. Она может быть работать криво, она может быть работать сложно, она может работать с потерей ресурсов, она может работать там с, не знаю, как бы семь раз кнуть себя прежде чем, но, тем не менее, она работает. Если вы видите, что человек идет под руку с другим человеком, противоположного пола, о чем это говорит? Это значит, есть стратегия коммуникации. При этом мы можем видеть, что не все в порядке, например, у них в этой самой коммуникации, но какая-то стратегия и есть. Так вот, к этим самым двадцати годам и больше у людей огромное количество стратегий есть. И целеполагание, и мотивация, и решение конфликта, и создание конфликта, и нахождение другого человека, и на их расставание, и построение отношений, и их разрушение. Все стратегии есть. Но все они, ну давайте я так скажу, творческие. Творческие в том смысле, что там, ну как получилось, да? Были у родителей стратегии эффективные целеполагания, у ребенка будут эффективные. И для целеполагания ему НЛП, может быть, и не нужно. Были у родителя стратегии эффективного знакомства. У папы, например, были стратегии эффективного знакомства с мамой и многими женщинами, да? У сына, соответственно, будут эффективные стратегии знакомства. Если при этом у папы не было эффективной стратегии выстраивания отношений после этого знакомства, то и у сына им взяться неоткуда. Соответственно, люди приходят на НЛП для того, чтобы инвентаризировать все вот эти стратегии. И мы искренне рекомендуем именно так относиться. Даже если какая-то тема в рамках курса ОПИ-практики вам кажется неинтересной, вам кажется сейчас неактуальной, потратьте время, потратьте силы и энергию мозга на то, чтобы проверить, чего у вас по этой теме в голове находится. Загашники на минимуме. Может быть, найдите. То есть, люди на курсе ОПИ-практике, самое главное, что они делают, это вытаскивают, тратят своих целей, вытаскивают свои навыки, свои стратегии, смотрят на них еще раз с точки зрения НЛП, с точки зрения максимально эффективного варианта этих навыков, и создают себе новый вариант. Может быть, он будет в чистом виде навыка. Может быть, там будет все-таки легкое такое творчество на тему того, что мне хватит 90% эффективности. Почему бы и нет? Но самое главное, самое главное, это умение, умение вот тот самый реагитаризировать, умение еще раз переделать свои стратегии, переобучиться. Ричард Бенн сказал, что все, что мы делаем в рамках ОПИ, это обучаем людей пользоваться своим мозгом. Собственно говоря, вот в курсе ОПИ-практике, пожалуй, это именно это. Это осознанное еще раз обучение себя всему тому, что вы и так знаете. Но улучшение, но развитие, но систематизация, но расширение их возможности. В условиях того, что сейчас время течет очень быстро, изменения в нашей жизни происходят во всех сферах очень быстро. способность провести вот эту самую инвентаризацию себя, своих стратегий, своих каких-то навыков, она является очень ценной. Даже так, она обеспечивает не только выживаемость, она обеспечивает то, что вы будете идти вновь со временем, что вы будете успевать и не догонять. Возможно, вы будете даже идти впереди, если у вас есть такая задача, если вы ставите перед собой такие цели. Поэтому проводить периодический апгрейд своей структуры, самого себя и своей жизни, это достаточно просто, когда вы надеете нужными работающими инструментами. Ну что ж, пожалуй, на сегодня по курсам при практике мы рассказали, наверное, все. И кому нужен, и зачем нужен, и какие бывают. И рассказали, какие схемы обучения бывают. Выбирайте, пожалуйста, конечно. Единственное, наверное, что можно еще сказать. Ну, выбирайте, где вам интереснее учиться. Выбирайте людей, которых вам лучше понять, не слушать. Выбирайте людей, которые... Ну, то есть, если вас интересуются какие-нибудь приложения к какой-то конкретной цели, выбирайте, чтобы у человека эта цель была реализована. В любом случае он вам еще и полезное экспертное даст. Если вам для всего выбирайте, выбирайте наиболее системное, выбирайте наиболее понятное, чтобы вы действительно могли уйти с курса NLP, пройдя курс при практике, уйти с полным пониманием, с тем, чтобы вам, ну, давайте, больше не нужен был повторение вот этого, да. Не то, чтобы совсем-совсем не надо, можете, конечно, прийти еще раз, но чем больше вы сможете сами делать после курса NLP практики, тем больше это был курс NLP практики. Вот такая же идея. Да, совершенно верно. Вы обучаетесь управлять собой, управлять собой, своей жизнью. Да, пройти курс в качестве, ну, условной там, коррекции, когда вы зашли и вышли, и все классно, так тоже можно, да, и регулярно там это проходить. Вот, но, тем не менее, можно и дойти с идеей научиться управлять самому. И почему бы и нет. Ну что, и давайте, наверное, подытоживая тот самый вопрос, сколько дней нужно, чтобы самую-самую-самую базовую NLP дать вот именно в практическом формате, так, чтобы все остальное дальше уже по книгам с минимальной, скажем, с минимальной какой-то мотивацией на желание самостоятельно развиваться, человек может делать. Шесть дней. Ровно шесть дней. Ровно шесть дней для того, чтобы базовые навыки оттренировать, закрепить, и все остальные техники сводятся к ним. Соответственно, ну, как бы, вплоть до того, что, на самом деле, наверное, даже и NLP-мастер после этого тоже уже можно давать. Ну, тоже с некоторыми нужными поправочками. Вот. То есть, вот такие вот интересные моменты. А теперь давайте просто расскажем, что некоторые из наших уважаемых коллег в мире NLP. Например, до сих пор ведут курсы NLP по 12 модулей. То есть, 24 дня, например. Да, есть. Девять модулей попроще, но все равно как-то вот. На текущий день после NLP практики от шести модулей до двенадцати. Есть все варианты на любой вкус. Понимая то, на что идет упор. Пообщайтесь, подспрашивайте. То есть, теперь вы, например, уже больше понимаете в этом самом NLP практике. Если вы планируете туда идти, а поспрашиваете? Поспрашиваете у трениров, куда вы планируете идти? Идти, на что нацелен их курс? Ну, как бы, что они больше вкладывают в него? Ну, и все изменяйтесь со своими целями. Ну, так вот. Будет хорошо. Так в вашей жизни появится осознанность, навыки развития. Вы, собственно, охраняете людей. Ну что, мы за развитие. И, как обычно, мы ждем от вас ваших пожеланий по темам. Что вам может быть еще интересно? О чем вы хотите услышать? Вопросы, комментарии? Будем рады. Всего доброго. И до новых встреч в эфире NLP TV. NLP TV. До свидания. Всего доброго.